привет друзья мне нужно извиниться перед папой смитом именно такие смс сообщения мне пришли после того как папа смит выложил видео с очень кричащим названием что он поставил на место шредера я смотрел это видео посмотрел исследования которые приводят папа смит и что я вам скажу друзья к сожалению к моему величайшему сожалению становится совершенно очевидно что папа смит не понимает о чем говорит либо мы не понимаем то что папа смит хочет до нас донести если папа смит говорит о том что можно с помощью упражнений увеличить длину мышцы целиком то есть опустить бицепс ниже к локтевой впадине либо поднять его либо увеличить пик бицепса то однозначно нужно сказать что это полная ересь чушь и глупость и те исследования которые приведены и благодаря которым начали люди кричать вот научные доказательства друзья к сожалению вы тоже ничего не понимаете в том в чем пытаетесь рассуждать если человек говорит о том что можно увеличить длину мышцы изменив тем самым анатомические характеристики которые заложены природой с которой вы родились то человек ничего не понимает в анатомии но те исследования которые папа смит приводит причем ему их я так понял прислали другие его подписчики поклонники фанаты не знаю они ничего не понимают но лезут даже в биохимию давайте разбираться почему те исследования которые приводят папа смит а чтобы не быть голословным давайте я буду вам их показывать вот переключу к вот давайте смотреть заходим на страничку папы смита чтобы вы не думали что я вам говорю о других исследованиях он обещал и он их выложил спасибо за что ему тут мы видим это исследование написано тоже имеет прямое отношение и ставит окончательную жирную точку в вопросе добавления саркомеров продольно под действием статического растяжения на кардио миоцитах но мы быть даже не будем придираться кардио миоцитом эти факты никто не опровергнуть не сможет не знаю почему так утверждается а вот даже есть в сети видео где экспериментально в реальном времени показывается как происходит добавление саркомеров продольно вследствие статического растяжения волокна друзья что такое саркомер загляните посмотрите чтобы не выглядеть глупо еще глупее чем вы выглядите но давайте перейдем последующие ссылки которую нам предоставили если вы здесь прочитаете тоже здесь участники были разделены на две группы туда-сюда но самое главное что последнее на этих двух графиках хорошо заметно различие в гипертрофии видите вы да так вот друзья эти вопрос и эту вот всю предоставленную нам исследовательскую базу нельзя подводить к тому вопросу который затронул папа смит потому что это совершенно две разные темы совершенно то что нам с вами преподнесли в исследованиях это обычный уже довольно таки продолжительный не буду называть это спор но вопрос точно о том как растут мышцы потому что до сих пор этого ученые не знали не знают есть только теории и есть теория гипертрофии есть теория гиперплазии вот эти исследования касаются только этого только вопроса гипертрофии и гиперплазии папа смит упрекает шредера в том что шредер опровергает то что высказал папа смит но папа смит говорит об одном показывает второе подразумевает третье друзья понимаете невозможно дискутировать с человеком который не понимает о чем говорит а папа смит откровенно сказал что он ничего в биохимии не понимает так как мы с вами можем прислушиваться к его мнению на этот счет а здесь для человека который хоть чуть-чуть имеет обладает какими-то базовыми знаниями понятиями очевидно все это разные темы разные вопросы для дискутирования и то что мышцу нельзя увеличить отдельным местом то есть если вы будете делать на пюпитре или на скамье скота как она называется сейчас постоянно все ваши упражнения на бицепс это не значит что у вас будет расти бицепс только в его нижней части и будет он все ближе и ближе и ближе приближаться к локтевому изгибу то есть растягиваться растягиваться и менять форму о чем мы говорим друзья посмотрите на всех практически на всех про атлетов да даже у одного человека левый и правый бицепс отличаются почему он что тренирует один бицепс так с другой так настолько смешно и глупо эта тема дискутирования что мне честно говоря даже не удобно как-то поднимать эти вопросы потому что повторяюсь это совершенно разные темы для дискутирования папа смит так преподнес все это что и я и шреддер и другие люди поняли это так что мы можем с вами увеличить пик бицепса то есть воздействовать с помощью упражнения на отдельный участок мышцы любой мышцы но в данном случае конкретно бицепса и можем его удлинять но мы сейчас чуть-чуть по картинке еще более подробно это все разберем этого делать нельзя но то что говорит папа смит по поводу увеличения миофибрил ну друзья это вопрос гипертрофии это вопрос гиперплазии он никак не относится к тому что можно взять удлинить мышцу изменив ее анатомическую структуру понимаете это просто нелепо просто смешно я думаю что папа смит должен пересмотреть это либо он должен пояснить что он имеет ввиду потому что получается что и я и шреддер и все другие против того что мышцы растут да конечно мышца растет мышца увеличивается но она не меняется анатомически то есть сухожилие не может укоротиться давайте еще раз переключим камеру я включу картинку для вас специально вот картинка бицепса надеюсь все ее видят да может ее чуть-чуть уменьшить да нет в принципе нормально вот давайте смотрим все мы видим да здесь на картинке у нас пицуха наша с вами любимая очень хорошо показано есть кости есть контуры руки и вот смотрите я надеюсь вам хорошо видно вот номер 4 видите вот такое беленькая красная то мышца это кость а это это сухожилие сухожилие это то с чем мышца соединяется с костью и вот верхние два сухожилия чтобы вы понимали внизу сухожилие одно вверху два поэтому два пучка поэтому двуглавая мышца но они все внизу соединяются и превращаются в одно мощное сухожилие какое бы упражнение вы ни делали работают всегда оба пучка и девятый и ну здесь нет в общем оба пучка бицепса смотрите что говорит папа смит папа смит говорит что мы можем вот эту часть где беленькая и красненькая то есть сухожилие и мышца может измениться анатомически то есть по папе смит у с помощью упражнений или не знаю с помощью чего еще можно вот это мясо опускать все ниже и ниже то есть сухожилие должно превращаться в мясо этого точно не может быть друзья просто никак сухожилие должно как-то укоротиться до чтобы мышца стала больше чтобы она вот видите этот локтевой изгиб и чем длиннее сухожилия есть мышцы у кого длинное сухожилие он будет тогда заканчиваться не здесь а еще выше то есть представьте себе что вот это вот все красненькое это мячик шарик перевяжите вот здесь шарик ниточками с обеих сторон не важно здесь с одной и здесь с одной наполните его водой вот смотрите если вы будете увеличивать каким-то образом вашу мышцу в данном случае можно просто добавить в шарик воды шарик будет увеличиваться это логично он будет разрастаться но он никогда не зайдет за рамки того где вы его перевязали ни сверху ни снизу да он будет увеличиваться он может даже нависать немножечко суда но никогда он не удлиниться надеюсь я понятно объясняю и друзья для тех кто еще не понял для всех тех кто воспринимает воспринимает те исследования которые привел папа смит всерьез кольцательно того что мышцу можно удлинить изменить анатомию я вам скажу больше даже хирурги этого не могут поэтому человек когда отрывает сухожилия мышца меняется многие даже не могут уже вернуться в бодибилдинг и даже просто к тренировкам обычным многие не возвращаются я знаю что вы знаете такие примеры друзья данное видео не несет в себе никакого негатива по отношению к папу к папе смит у к шредуру я уважаю обоих этих людей именно как спортсменов но когда человек начинает говорить о том чего он не понимает вообще в принципе в корне рассуждать и доказывать приводя примеры совсем из другой темы здесь друзья как говорится без комментариев если кто-то что-то не понял я тоже не всегда доходчиво могу донести свою мысль кстати это не только меня касается смотрел недавно последнее выступление знатоков в передаче что где когда где был конкретный пример который очень схож с нашей с вами ситуацией человек дал ответ совершенно по структуре правильный но не сказал главного потому что для всех это было очевидно что подразумевается но понимаете понятийный аппарат у всех разный и вопрос не засчитали и правильно не засчитали и когда мы с вами пытаемся о чем-то рассуждать нужно сначала расставить понятийный аппарат а как показывает конкретный пример знание не всегда есть понимание вот потому что нет ничего глупее чем касательно этого вопроса предоставить исследования которые направлены совершенно на другие вопросы и вот почему я никогда не даю у себя никаких ссылок на какие-либо исследования вы поймите что с точки зрения бизнеса вот такие исследования особенно касательно как растут мышцы где что как это настолько пока никому не интересно что деньги в это не вкладываются вкладываются только такие исследования которые могут принести кому-то какую-либо пользу посмотрите на то что пишут в исследованиях в начале года одна и та же лаборатория с одними и теми же людьми к примеру не важно по какому вопросу и зайдите даже буквально уже через 6-10 месяцев и вы увидите что тоже лаборатория с теми же людьми по тому же вопросу в 90 процентах случаев говорит о другом и тоже подтверждает а все исследованиями друзья здесь я согласен с папой смитом что практика гораздо лучше любой теории но практика как раз таки показывает что мы не можем изменить наше прикрепление мышц мы не можем воздействовать ничем как-то на отдельный участок мышечной группы как бы мне этого не хотелось как бы вам этого не хотелось думайте друзья всегда головой любой авторитет не должен затмевать вам глаза кто бы что не сказал вот сейчас вы прослушали то что сказал вам я зайдите погуглите вникните в вопрос ведь в этом и весь интерес весь кайф что вы можете сами дойти до всего не нужно писать чушь что папа смит там я уже забыл чего со шреддером сделал поставил его на место нет папа смит только подтвердил и поставил на место самого себя что мне очень и очень печально и грустно друзья потому что такие простые базовые понятия анатомические должны быть должны преподаваться в школе но мы с вами очень плохо все изучаем я согласен с папой смитом что наше сознание наши мысли влияют на все и даже если они влияют на днк и могут его изменить я не понимаю как это может изменить прикрепление мышцы кости как это может укоротить наше с вами сухожилие если кто-то из вас может дать на это хороший конкретный ответ я с удовольствием послушаю и я очень бы хотел чтобы папа смит конкретно сформулировал что он имел ввиду под всеми этими видео и что он увидел в этих исследованиях спасибо друзья что смотрите приношу извинения если кто-то увидел в моем видеообращение какое-то оскорбление повторяюсь я не старался никого оскорбить никого принизить наоборот я очень уважаю людей которые тренируются двигаются развиваются не только физически но меня очень сильно огорчает когда люди нахватавшись немножечко каких-либо знаний без понимания начинают нести всякую чушь увидимся как всегда в тренажерном зале всем пока если вам понравился ролик делитесь им обязательно в своих соц сетях пишите с чем вы согласны с чем не согласны любой комментарий будет рассмотрен мне очень интересно что вы думаете по этому поводу единственная просьба без оскорблений в чей-либо адрес в адрес папы смита в адрес шредера либо в мой адрес потому что это уже не конструктивно давайте рассуждать здраво давайте дискутировать а не ругаться или спорить не забывайте что плесень развивается спорами а я надеюсь что вы как и я против развития плесени всем пока подписчик субтитры субтитры и до 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 Субтитры сделал DimaTorzok